Пять семей, которые проживали в доме 33 на Осипенко, остались без крыши над головой. Огонь повредил и объект культурного наследия, пожарную каланчу, построенную в первой половине прошлого века. Какие меры будут приняты для устранения последствий ЧП, узнал Николай Смирнов. Двухэтажный деревянный дом, построенный еще в 1968 году, огонь охватил за считанные минуты. 15 человек в одночасье остались без крыши над головой. Все они проживали по договорам социального найма. Это значит, что новое жилье им предоставят из муниципального фонда. А пока предложили временный пункт размещения. Трое граждан уже воспользовались как раз предложением на временное проживание в гостинице «Колос». Все остальные точно так же имеют возможность на сегодняшний день, в случае, если такая необходимость есть, временно пока проживать в этом жилом помещении. Будут оперативно проработаны варианты предоставления равноценных жилых помещений. К сожалению, в этом происшествии не обошлось без пострадавших. В ОКБ номер 2 были доставлены трое пострадавших в процессе происшествия. Двое из них госпитализированы в профильное отделение с травмами позвоночника. Лечение получают в полном объеме. Одному пациенту помощь была оказана на базе приемного отделения. После оказания всей необходимой медицинской помощи направлены на амбулаторное наблюдение. Тем временем уже есть предварительная причина возгорания. После ликвидации огня к работе приступили дознаватели пожарного надзора. Опрос свидетелей, опрос жильцов дома, кто не пострадав, что здесь находится. После этого заходят в дом, изучают обстановку, берут образцы, определяют очаг пожара. В данном случае пожарные часа на лечественной клетке. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Еще один вопрос, который волнует тюменцев – судьба пожарной колончии. Огонь разрушил смотровую площадку. Как выяснилось, здание имеет статус объекта культурного наследия. А значит, будет ремонт. Она будет заявлена на эти работы в первоочередном порядке. То есть пожар, конечно, усугубил немного ее состояние. Будет обновлен акт технического состояния. Но суть этого никак не меняет. То есть она будет у нас в ремонт включена на 2021-2022 годы. Это значит, что о сносе пожарной башни не может быть и речи. Николай Смирнов, Евгений Проскуряков, Сергей Жернаков. Тюменская служба новостей.